Следующая составляющая человека, согласно иудейского учения, душа живая, или на иврите это нефеш. Когда Бог вдохнул в физическое тело человека дыхание жизни, то есть Нишама, то человек стал душою живою. В человеке образовалась душа. Этот текст говорит о сотворении первого человека, как в нем образовалась душа. Но возникает вопрос, а как образуются души последующих людей, которые рождаются в этот мир? Взгляд, который наиболее ближе к этому тексту, который мы с вами рассмотрели сейчас, говорит о том, что души последующих людей образуются в момент зачатия человека, то есть в момент образования зародыша внутри матери. Зародыш получает дыхание жизни от Бога, он становится также душою живою, то есть в нем образуется душа. Большинство течений в иудаизме придерживаются этого взгляда. Тем не менее, в иудаизме есть некоторые личности, которые смотрят на это по-другому. Например, Филон Александрийский, это иудейский мыслитель и философ, который жил примерно в первом веке нашей эры, он считал, что души людей были созданы до их воплощения. Но что же следует понимать под словом «душа» или на иврите «нефеш»? Давайте попробуем разобраться. Сейчас я проведу некоторые тексты или цитаты из еврейского священного писания, которые говорят о качествах души, и мы на основании этого попробуем сделать определенные заключения. Синим цветом я написал надписи, которые указывают главу, стих и название книги из еврейского священного писания, где находится цитата, которую я привел сюда. Я тексты разделил и сгруппировал в двух категориях. То есть я разделил по признакам, которые указывают на какие-то качества или проявления души. Первое — это то, что душа обладает эмоциями. На это указывают те тексты, в которых написано проявление души. Например, вот «душа изнемогает», «изнемогла во мне душа мою», «страдает», «душа испытывает страдания», «душа скорбит», «душа горчена», «и прилепилась душа его к дине», «возникла любовь», «влечение», «душа испытывает любовь и влечение». Далее следуют тексты, которые указывают на то, что душа обладает качествами характера. Душа может согрешать, может быть нерадивой, надменной. Душа имеет желание. Чего желает? Душа твоя. Я сделал для тебя, говорит текст. Твердо помнит эта душа. То есть душа обладает памятью. Может хвалиться Господом и уповать, то есть надеяться на Него. Все эти признаки, которые мы сейчас перечислили, указывают на то, что Нефеш является личностью человека, который обладает качествами характера, чувствами и эмоциями. Проявляет таким образом себя в этом физическом мире через физическое тело человека. Но возникает вопрос, что происходит с Нефеш, душой человека, после физической смерти человека. В Еврейской Библии около 60 раз упоминается о Шеоле, который описывается как место, куда идут как праведные, так и неправедные мертвецы, независимо от их морального выбора в жизни. Значение Шеолах в текстах несколько неясно, и его можно интерпретировать двояко, либо как метафору, которая описывает могилу, и в которую попадают все люди, и таким образом душа просто перестает существовать. Например, об этом говорит следующий текст. В книге Екклесиаста, 9 глава, текст 10 говорится, что в Шеоле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости, то есть полное собвение. Либо под Шеолом можно понимать как царство мертвых, которые попадают души умерших и ведут загробную жизнь. Например, об этом говорит следующий текст. В книге пророка Исаии, в 14 главе, описано, что происходит с Нефеш, то есть душой царя Новоходоносора после его физической смерти. Он попадает в царство мертвых, в Шеол. Шеол преисподний, пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя всех вождей земли. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобен нам. На мой взгляд, слово или термин Шеол просто имеет два значения – могила и царство мертвых, загробная жизнь. Значение слова Шеол просто определяется окружающим контекстом, который указывает, о чем здесь идет речь. Я склоняюсь к тому, что после физической смерти человека, Нефеш человека, его душа попадает в Шеол, царство мертвых и имеет загробную жизнь. В текстах еврейской Библии не разъясняется подробно строение Нефеш. Тем не менее, человеку, конечно, всегда мало, и он хочет более глубже понять. И некоторые еврейские философы пытались все-таки разобраться и понять сущность Нефеш. И один из таких – это средневековый философ Авраам ибн Эзра. В своих размышлениях и исследованиях он пришел к выводу, что Нефеш включает в себя три силы. Первая сила – это сила, дарующая рост, подобно той силе, которой наделены растения. Вторая сила дарует движение. Этой силой обладают рыбы, звери, пресмыкающиеся. Третья сила дарует мышление и речь. Через эту силу совершает человек все свои поступки. Так думал Авраам ибн Эзра. Но мы, конечно, этого не находим в текстах Священного Писания евреев.